Всем привет! Меня зовут Андрей, а вы на канале CG Corner. Выброшу себе название с моим-то R. И в этом видео я расскажу, как я создавал свой каньон в Исландии. Это будет первое видео из серии, по крайней мере я на это надеюсь, в котором я по верхам пройдусь по основным этапам работы и немножко расскажу про свой пайплайн. Как и большинство своих персональных работ, я начинаю с интересного референса, который нахожу в интернете. Это зачастую какие-то фото или видео в Инстаграме, или работы других художников, например, Филиппа Урлиха. Что касается данной работы, то я наткнулся на видео каньона в Инстаграме, который мне понравился по форме. Что-то похожее по ракурсу и по атмосфере на вот это фото. Мне оно понравилось, и я решил сделать похожий ландшафт. Если кому-то интересно, то этот каньон называется Малагуфор. Как и все названия в Исландии, очень легко произносятся и запоминаются. В большинстве своих работ я отталкиваюсь только в начале от референса и не пытаюсь сделать один в один, потому что это долго и сложно, и чем дольше ты делаешь персональную работу, тем меньше она становится тебе интересна, а шансы ее закончить стремительно убегают. Ну что ж, вернемся к работе. Мой первый этап после референса – это создание черновой болванки, которую я делаю обычно в блендере и потом отправляю ее в Гае для обработки. Раньше, когда Гае нельзя было загружать модель, приходилось снимать карту высоты в блендере. Это если я не собираюсь загружать реальную карту высоты из интернета и использовать как начальную картинку. Но теперь появилась функция загружать в Гае файлы в формате OBG и стало гораздо проще жить. В данной работе качественного исходника из реальной жизни не нашлось, поэтому я набрасывал исходную модель в блендере, используя инструменты скульптинга с динамической топологией. Иногда для этих целей я также использую модификатор VMesh и, собирая простые формы, используя примитивы, такие как куб или сфера, делаю их ремеш и доскупчиваю детали поверх. Также неплохо для этого этапа работы подходят метаболы. С ними тоже можно создавать быстрые и плавные формы, которые потом использовать как основу в Гае. Подробнее про этот процесс я расскажу в отдельном видео про блендер. Итак, по этой простой болванке я получил такой результат в Гае, который использовал в самом первом видео. Не назову его совсем плохим, но мне не сильно понравился. А главная проблема его была, это очень жесткие отвесные части, по которым еще сильно прошла ассирозия, после нее образовались сильные желобки, складки, назовем их так. Работать с такого рода скалами невозможно, и нельзя туда наложить нормальную текстуру и сделать дисплейсмент из этого, так как нормальные этих частей смотрят в разные стороны, дисплейсмент это все усиливает, и в итоге отвесные части превращаются в кашу. И, конечно же, выглядят так себе. Для дальних планов еще можно использовать, но для моего такого достаточно близкого расстояния выглядит не очень. Это можно исправить, сделав ретопологию или подскульпить результат, но это уже необратимый процесс, и возможность редактировать ландшафт через карту высоты вы теряете. А я хотел ее сохранить, так как знаю, что периодически возвращаюсь к Гаю и переделываю ландшафт. Собственно, как и тут, я решил все переделать. С новым подходом я взял уже за основу не свою болванку, а предустановленную ноду генерации каньона в программе Гая, поверх которого я набросал различных фильтров, а также смешал с изначальным ландшафтом, который у меня получился в первой итерации, и получил такой каньон, который мне больше уже понравился. У этого ландшафта нет таких жестких отвесных частей, а там, где они есть, они более плоские, больше похожи на настоящие скалы, а на такие части модели гораздо качественнее накладывается текстура дисплейсмента, и готовый результат получается лучше и более натуральным. По работе с Гая я также сниму отдельное видео. Следующим этапом в производстве этой работы стали добавление деталей в виде дополнительных моделей. Это были мегасканы, которые я накинул тут и там на свой ландшафт. На самом деле буквально 3-4 модели, которые добавили моему ландшафту интересных мест и сделали скальные части более натуральными и выпуклыми. Во всех моделях немножечко поменял материал, в частности я сделал цвет у камней более темным, а также добавил траву на объекты. Крову я наложил, используя Z-вектор у нормальных объектов. С этим обновлённым материалом модели гораздо лучше сочетаются с моим ландшафтом. Конечно, там можно было заморочиться сильнее и добавить плавные переходы, но я решил сделать проще и сгладить переходы, добавив камни на модели от мегасканов. Кстати, о камнях, которые я также взял с мегасканов. Используя плагин Kioscutter, я раскидал их по своему ландшафту. Я сделал три слоя, внизу, вдоль речки, посрединке и сверху. Можно было, я думаю, обойтись и двумя, но в процессе получилось три. Вот сами модели камней. На них я также поменял материал, добавил сверху травы, таким же способом, как я делал остальные модели от мегасканов. С ближним планом закончили, перейдём к фону. Я продублировал исходный каньон и слегка повернув его, сделал весь каньон более длинным. Потом я добавил дополнительный гор на фон. Эти высокие горы сделаны в Гае, используя те же ноды, что и у основного каньона, только за изначальную модель я взял ноду Mountain, а не каньон. Дальше я их раскидал на фоне, поворачивая под разным углом и изменяя масштаб с пропорциями. С ними не сильно заморачивался, так как их практически не видно, и они нужны больше для создания фоновых форм, которые уходят интересно в туманчик с облаками. Переходим к атмосфере. Атмосфера у меня сделана с помощью нескольких объектов. Это цилиндр, который создаёт эффект основной воздушной перспективы. Там используется Volume Material с нулевой плотностью, но низким уровнем самосвечения, в цвет которого подставлен цвет моего неба. Этот способ я использую почти во всех работах, считая его своей разработкой. Он не сильно физически корректный, но даёт интересные цвета, более похожие на естественную атмосферу, которую мы видим в жизни, чем если мы просто сделаем Volume Scatter, как делают большинство людей на ютубчике. Дальше я создал несколько кубов, в которых уже сделал стандартный Volume Scatter материал, плотность которого регулируется через градиент, с накинутой на него текстурой шума, для создания неравномерного перехода к прозрачности. Когда я это всё совместил вместе, я добавил ещё птиц и небольшой эффект движения для моих маленьких водопадиков. Что я вам скажу, оказалось совсем непросто. Получилось средненько, но небольшой эффект движения они, конечно, приносят работу. Ставь лайк, если тоже не сразу заметил птиц. И вот, получилась такая работа. Надеюсь, это небольшое видео вам понравилось, было полезным, а в следующих частях я расскажу уже подробнее про работу в Гае и про то, как это всё собрать в Блендере. Если будет интересно, то могу ещё сделать отдельное видео по композингу этого ролика в Нюк. Но, скорее всего, я совмещу его вместе с Блендером, так как там немного совсем работы. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на меня в социальных сетях. Ссылки на использованный софт и мои соцсети будут в описании. Всем пока!